Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В сети появилась информация, что на последнем голосовании проект покинула Лера Фрост. Захар Саленко ушел за ней. Лера опубликует фото, сделанные за периметром. Их уход мы увидим в следующую субботу. У Тата Блеминкранц новый важный этап в жизни. Она вместе с Юлией Ефременковой будет вести шоу с пледницей. Еще одна мечта сбылась у Таты. Они с Валерой приобрели автомобиль. Нового члена семьи они ласково называют Бубовоз. Лилия Четрару, оставшаяся на поляне без своей подруги Леры, скучает и грустит. Катя Жужа в новостях Дома-2 рассказала, что Лилия снова замечена в переписке с Глебом Жемчуговым. Они ставят друг другу лайки и оставляют теплые комментарии. Новенький участник Кевин Кузнецов влился в компанию на острове любви. Он пишет, что готов к построению отношений и что девчонки на острове гораздо лучше, чем на поляне. Ольга Рапунцель пишет о том, что у нее еще остались чувства к Диме Дмитренко, но такое предательство она не в силах простить. Ну а Дима по достоверной информации от Вани Барзикова скоро вернется на Дом-2. Дмитренко сходил в магазин и купил для дочки кроватку и коляску. Он специально выбрал белую коляску, как хотела Ольга, и надеется, что она оценит покупки. Рома Гриценко продолжает ухаживать за Ольгой Бузовой. Его последний сюрприз для ведущей оказался очень романтичным. Он заменил надпись на крыше общего дома «Я тебя люблю» на надпись «Верь мне», что очень растрогала Бузову. Маша Кахно намерена вернуться на Дом-2, но пока в качестве гостя на шоу. Также на ток-шоу пригласили и родителей Марины Африкантовой. Тема передачи пока неизвестна. Андрей Черкасов публикует фотографию с семейного ужина. На днях Ирина Александровна Огибалова пожаловалась подписчикам на вынужденную разлуку с мужем. Он из-за командировок часто уезжает из дома. Но, видимо, она не скучает в одиночестве. Через некоторое время Огибалова опубликовала фото в объятиях неизвестного мужчины. На женщину обрушился шквал критики. Ирина Александровна быстро удалила фото, видимо, осознав, какую глупость совершила. Как вы помните, Женя Феофилактова закрутила роман с 30-летним Давидом Аванесяном. Ходят слухи, что он до сих пор женат и воспитывает сына. Феофилактова уверяет, что она не уводила мужчину из семьи. Она написала, что не стала бы, как последняя дворняга, встречаться с женатым. Она уважает себя и культ семьи. И хотя никаких имен Женя не стала называть, очевидно, что это был выпад в адрес Вики Романец. Вика Боня отдыхает на Мальдивах. Она публикует очень откровенные снимки. Поклонники в восторге. Бывший участник Сергей Сичкар открывает караоке-клуб. На открытие он пригласил Колю Должанского. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.